Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит IT-Bazar в эфире программы Распаковка посылок в студии Николай Пляскин. Сегодня у нас три посылки, ведь сегодня 22 выпуск распаковки посылок и начну, пожалуй, с первой посылки на сегодня. Это посылка из Давыканова, Республики Башкатастан. У него должен быть Siemens S55. Короче, давайте смотреть. Упаковаю вот так. Вот в таком вот чехе. Раньше помните и не помните на сие. В чехе. И это Siemens S55 с инфракрасным портом и Bluetooth. Тот самый, из 2002 года. Чехольчик. Классно. Что у нас в комплекте? Сейчас могу... Надо еще расширить, чтобы было так поудобнее доставать. Так. Что у нас в комплекте? Это значит вот такой вот кабель. USB кабель. Siemens. Такой специальный. Ничего себе. Siemens. Родной. Кабель USB. Пригодится. Зарядка. Вот прикуриваю тебе. Не родной, судя по всему, но... Так и есть. Зарядное устройство. Siemens. Родной. Уже с таким тонким штекером. 2002 год. Кабель Компот. Жалко, что нету у меня компьютеров с компортом. А вот еще комплект. Это у нас гарнитура. Ничего себе. У меня есть еще одна гарнитура. Молодец, продавец. Диски. Это с программным обеспечением, судя по всему. Это дейта кейбл. Вот еще диск. Под С55 даже. Дейта кейбл USB. От Банки Сименс уже. То есть от боя позднего. Книжки. С55. Замечательно. Все, больше ничего нету. Комплектация в сторону, конечно. Сейчас. Одно дело сделаю. Хорошо, что доставили С55. А то немножко задержали в столбище. Аккумулятор на месте. Не родной. Но. Сейчас попробуем. Включить с вами. Телефон полностью заряженный. Кнопки, судя по всему, нажимаются. Но это еще не все. Надо ставить еще симку. Все, выключаю аппарат. Но на самом деле, давайте лучше проверю сначала первый телефон. Быстренько. Сейчас. Ставлю сим-карту. Не при вас, конечно. Сделан он в Германии. А тот С55 на заводе в Китае. Хотя это оригинал. Тут Made in Germany. То есть, чисто немец. Включаем. О, заставка Be Inspired. Подтвердите включение. Отлично! Значит, я могу пользоваться данным телефоном. Он не заблокированный. Он немножко разряженный, да. Никаких копирований. Вот вам карта Explorer. Видите? Световая схема, интернет, звуки и все остальное. Классно. Надо еще проверить потом. Рингтоны. Хотя можно проверить на самом деле в Sounds. Закачанных вот сколько. Но надо вставлять стандартные для начала. Перед тем, как записывать рингтоны. Java есть, судя по всему. Код издания сейчас. Проверю, есть ли возможность. Угу. 2003 год. 24 августа. 2003 год. То есть, это еще вторая партия, скажем так. Ну что ж. А телефоном я доволен. Сразу скажу. Можно, в принципе, смело выключить. И перейти к следующей посылке. Следующая посылка из Москвы. В нем должен быть Samsung E2120 в родной коробке. То... Надо как-то... Вот так, чтобы не испарить им и... Фух. Аккуратненько. Аккуратненько, чтобы... Более приятно, скажем так, было иметь и с упаковкой от телефона, и от самого телефона. Судя по всему, не до конца разрезал. И получается трудновато, да? Надо как-то разрезать как-то шире. Но... Тем не менее, я достал. Вот вам Samsung E2120. Тот самый, из 2009 года, без бутуза. Первобытная, скажем так, версия. Вот я раньше имел дело с E2121B. А теперь у меня есть E2120. Из теплого стана, кстати. С того самого, с Москвы. Так. Заклею, по-видимому. Открываем коробочку. И что же видим? Родную гарнитуру пригодится. И на многие годы, если, конечно, не повредится. Гарнитура самсунговская. Да, я вот такая вот зарядка. Samsung, да? Made in China. Аккумулятор, конечно же, на 1000 ампер часов. И он, конечно, немножко вздутый. Но всё равно проверим. Пока доставать полностью не буду. Закрою как коробочку. Так вот, на видное место. Самое главное, меня интересует вот такой вот аппаратец. Тот самый E2120. В 2010 году именно таким и видел в салоне связи. Помимо E1125. Как-то особо хотел Samsung. Потому что прикольно выглядел. Сейчас поставлю аккумулятор. Сим-карта, в принципе, не требуется. Сделано в Китае. На заводе в Китае компания Samsung. Аккумулятор, конечно, под замену. Включаем. Отлично. E2120. И вот так вот включается. Сейчас попробую немного скрыть. Может... Слово богу, уже стандартное приветствие. Дуалбанд. Просто я думал, своё будет, но нет. О, да. Bluetoothа нет. Зато можно карту памяти поставить до 2 гигабайт. Проверяем. Поскольку это Swift платформа, проверяем. Вот таким вот образом. Если что, звёздочка, решётка, 0206, звёздочка, 8378, решётка. Выбираем продакшн. 22 января 2010 года даже. Вторая партия, скажем так. Ничего не записано. Из музыки Bay One Samsung. 403 килобайта даже весит. Почти 8 мегабайт памяти. То есть чистой, не грязной, не нахимиченная. Слушайте, я доволен. И заглушка на месте. Классно. Кстати, а какие игры тут предустановлены? Судоку. Крикет. Угу. Кэром. Супер Желук. Клэст. Ёлки-палки. Кстати, что это за Супер Желук Лэст? Нифига себе! И это на первой версии. Так остави я. Вот это чистые. Крикет. Ещё. Для индийского рынка. Майнсвиппер. Джонни Краш. Крэзи Пингвин. Нифига себе! Вот это я получил. Значит, вот такой вот телефон, на котором, помимо джава-игры, есть ещё вшитые. Прикольно. Я доволен. Всё, выключаем аппарат. Ну, можно записывать. И последняя посылка из Санкт-Петербурга. Если он действительно положил, Samsung в нём должен быть именно E1232D. Я продавца попросил, чтобы запаковал именно синий телефон, а не чёрный, потому что чёрный это E1282T. Это будет не то. Давайте смотреть. Тут даже одинок у меня-то есть. Разрезал, но не до конца разрезал. Хотя... Сейчас можно закрыть, в принципе. Сейчас узнаем. Да, судя по всему, это он. Сейчас нарадуюсь, не нарадуюсь. Вот он. E1232D. Наконец-таки я его получил. Это то, что я просил. Именно вот такой вот аппарат. Я два раза видел вживую. Два раза. Я там в синем цвете и осенью в ноябре в красном цвете. Это очень редкий аппарат. На свифт платформе. В нём нету, конечно, вап-интернета, в нём, конечно, нету Java игр. Однако, можно также вставить карту памяти. На минуточку. Есть, по-моему, Bluetooth. Такой грянцевый пластик. Сейчас открою на две сим-карты. Сделан на заводе в Китае. Сюда вставляю аккумулятор. Он на 800 мАч, а не на 1000 мАч. Чего, конечно, жалко. Карта памяти вот сюда вставляется. Поддерживается горящая замена. Ну и пробуем включать. Наконец-таки. Наконец-таки я получил это чудо. Очень редкий аппарат. Пожалуй, нет. Вот. Рабочий аппарат. Попробую, конечно, и сбросить до заводских. С помощью специальной команды. UXerQuest. Выходим. Настройки. Проверим звук. Поехали. Поэтому. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это 3,5 мм аудиозема под наушники И можно в нём переслушивать медишники Вот вам мои файлы, музыка, звуки и прочее Вот детали Это похожие на E2152 Только здесь ещё проще Вот фонарик включается Нету, интернета в нём нету, даже джавы Но меди закачать можно Музыка, звуки и прочее А картинки, что нельзя Может это впроще будет Картинки Потому что я вижу только музыку и звуки Вот звуки, понятное дело, может быть Миди А диктофона даже нет Ха-ха Зато музыка есть Интересно, в ложном вызове Есть? Нету эмуляции голоса Но Тем не менее Состояние памяти Мои файлы 1 мегабайт Всего лишь 1 мегабайт Слабая память Картинки Если попытаться И медишники Можно Однако Спасёт при этом Карта памяти Такой грянцевый И такой ёргкий Да Фонарик Включается Интересно Побивается Не пробивается InVariet Access Level Поздняя модель 2012 года Вот такой вот телефон Сегодня и получил Значит Вот такие вот телефоны Я сегодня и получил Вот вам пожалуйста Это мой самый последний Siemens Siemens S55 Я перестал теперь Коллекционировать Siemens И теперь у меня Их достаточно Кстати Ещё чуть-чуть И я потом Буду завязывать С кнопочными Обычными мобильниками Хочется под конец Перейти под Android С другой стороны Хотелось бы иметь Windows Mobile Устройство КПК Да Потому что у меня теперь Достаточно Тефонов Как я уже говорил Завершаю свое Коллекционирование Мобильных Тефонов Потому что у меня Теперь Горе У меня теперь достаточно Но Всё что хотел Пожалуйста Хотел С55 Получил С55 Зато получил Вот такой вот аппарат Без Блитлз Изначальный вариант И Очень редкий Samsung Бюджетный Вполне Интересный С Медишниками Кстати я не проверял Блитлз действительно Есть И нет Что-то я не учёл Момент Мне казалось Е Блитлз Не было Был ещё до этого Аппарат Существовал Е1232B Вот там действительно Блитлз А здесь Опции Что Нет Блитлз Похоже на то Нет Блитлз Но Карта памяти Спасает Как и в случае С Е2120 На котором Тоже нету Блитлз Но Наверное Наверное Подключиться К компьютеру Тоже невозможно Спасёт Карта памяти Наверное И всё Такой Упрощённый Аппарат При этом Да Блин Оказывается В нём Нет Блитлз Был Здесь Нет Блитлз Но Аппарат Всё равно Интересный Зачёт Прям Коррекция Всем большое Спасибо Вам за Внимание И Всем Мир